Приветствую вас на канале Feeling Kazimir. Спасибо, что смотрите наш канал и не забывайте подписываться, если вы здесь впервые. В этом ролике вы узнаете историю происхождения удивительной породы кошек Сноушу, которая может стать вашим компаньоном и другом, а также как ухаживать за этой породой и что необходимо знать хозяевам этой кошки. Эта грациозная порода кошек славится не только белыми носочками на лапках с нежными туфельками. Кошки Сноушу обладают английским характером и удивительной способностью лечить людей. В середине 60-х годов заводчица сиамских котов из города Филадельфия обнаружила, что среди родившихся котят трое отличаются удивительным окрасом. Их передние и задние лапки до середины совершенно белые, словно котики надели белые носочки. Подросшие коты были настолько очаровательны, что сочетая окрас сиамских котов и белые носочки на лапках, что заводчица решила вывести точно таких же. Но эксперименты не удавались. Тогда к ней подключилась другая энтузиастка-филинолог из штата Вирджиния. И тогда появилась новая порода, получившая название Сноушу, означающая «снежная туфелька». Вики скрещивала сиамских котов с американскими короткошерстными, пытаясь добиться четырех отличительных особенностей породы Сноушу. У потомства должны были быть белые носочки до середины лапок, белый треугольник по центру мордочки в виде перевернутой буквы В, а также совершенный сиамский окрас и определенная форма головы и ушей. Годы шли, а животные, которые отвечали бы всем требованиям стандарта новой породы, появлялось все меньше. Но на помощь Вике пришли ее коллеги из других штатов. Общими усилиями им удалось вывести достаточное число котят, чтобы в начале 1980-х годов основные международные филинологические организации признали Сноушу экспериментальной породой. А в 1990 году кошки со снежными туфельками на лапах впервые приняли участие в международной выставке с правом получить статус чемпиона. Несмотря на то, что сейчас кошки Сноушу официально признаны как отдельная порода, в мире их насчитывается немногим больше 500 особей. Их выведение до сих пор остается очень сложной задачей, хотя каждый, кто хоть раз видел грациозных и очаровательных Сноушу, был бы рад стать их владельцем. Но, увы, эта порода по-прежнему остается весьма редкой. В России, например, существует единственный питомник Сноушу. Грациозное тело с хорошо развитой мускулатурой. Голова средних размеров, нос прямой с небольшим изгибом улба. Уши средние и большие, с закругленными кончиками. Глаза большие, в форме лесного ореха. Цвет голубой. Лапы длинные, шерсть густая, почти без подшерстка, короткая, плотно прилегающая к туловищу, на ощупь шелковистая. Те, кто сталкивался с редкими Сноушу, называют эту породу кошками с характером собаки. В них сочетается ум и преданность собаке, с красотой и грацией кошки. Пожалуй, единственный недостаток – они мелкие воришки. Особенно любят все блестящее – заколки, колечки, безделушки. Но все похищенное добро кошки не оставляют себе, а приносят дар тому члену семьи, которого любят больше всех. Считает Марина Ильина, владелец единственного в России питомника кошек Сноушу – Снежный ангел. Сноушу невероятно дружелюбные, очень любящие создания. Их привязанность к людям настолько сильна, что во время отъезда хозяина они могут несколько дней отказываться от еды из-за тоски. Если в доме есть Сноушу, значит у вас есть настоящий друг, собеседник и любящая душа. Для одиноких людей, проводящих много времени в квартире, это идеальный компаньон. Подойдет покладистый характер Сноушу и большим семьям. Кошки отлично ладят с детьми, прекрасно уживаются с другими животными, котами, собаками, даже птичками и морскими свинками. Порода Сноушу крепкая и сильная. Нужно просто придерживаться правильного кормления и правильно содержать животных. Мы не можем собрать такое меню, чтобы в нем был весь необходимый животным комплекс витаминов и минералов. Поэтому лучше выбирать для питомцев промышленные корма супер премиум класса. А как лакомство можно ввести в рацион натуральное мясо или перепелиное яйцо 1-2 раза в неделю. Кошки породы Сноушу очень любят фрукты. В них животных не стоит ограничивать, особенно полезно давать дыне. Да, такое кормление недешево. Но прежде чем приобрести породистого котенка, будущий владелец должен понимать, что ему придется тратить средства на его правильное содержание. Шерсть кошек Сноушу почти без подшерстка, поэтому не требует особого ухода. Аккуратные и чистоплотные животные сами отлично с ней справляются. Но можно раз в две недели вычесывать их щеткой. Котам это проявление хозяйской заботы очень понравится. Часто мыть Сноушу не нужно. Достаточно банных процедур 1-2 раза в год. А вот просто резвиться в воде Сноушу обожают. Достаточно набрать теплой воды в тазик или на дно ванной, бросить в нее игрушки, и кошки начнут с удовольствием играть. Кошки Сноушу прекрасно обучаемы. Они отлично поддаются дрессировке. Например, их легко научить приносить мячики или игрушки. Эти умные животные отлично ведут себя и на шлейке. Поэтому хозяин может гулять с ними словно с собакой. Сноушу отлично приучаются к лотку. Но нужно помнить, что попадая в новые условия обитания, кошка должна адаптироваться. У некоторых животных на это уходит целая неделя. Другим нужно чуть больше времени. Главное в этот период – помогать им, показывать, где и что находится, заботиться и ни в коем случае не ругать за промахи. Как только животное поймет, что это его территория, никаких проблем с поведением Сноушу не будет. От сиамских и американских короткошерстных котов, своих предков, Сноушу унаследовали прекрасное здоровье. У них нет генетически наследственных заболеваний, это крепкие и выносливые животные. При правильном уходе они могут жить очень долго, не беспокоя владельцев постоянными проблемами с самочувствием. Но для этого хозяевам нужно приложить усилия. Нужно не забывать про ежегодную вакцинацию, профилактику от гельминтов, регулярно заглядывать внутрь ушек. Уши – экран здоровья у кошек. Если они чистые, то беспокоиться не о чем. А вот темный налет внутри может говорить о проблемах со здоровьем. Поэтому кошку нужно отвезти к ветеринарному врачу, чтобы выяснить причину недомогания. А вообще, сами кошки Сноушу – отличные лекари. Если хозяева кошек плохо себя чувствуют, то Сноушу безошибочно вычисляют больное место, ложится на него и не отходит, пока не облегчит боль. Вот такие это невероятные животные, рассказывает Марина Ильина, владелица единственного в России питомника кошек Сноушу – Снежный Ангел. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. А если вы с чем-то не согласны, пишите в комментарии.